Вот вы даже не догадываетесь, наверное, что мы сделали с языком. Мы сокрушили указательную функцию языка. Как бы язык не определялся, он всё равно предъявляется через обозначающее и обозначаемое. И это мы сокрушили. Я понимаю, что указательная функция языка неадекватна. Почему из этого построения указательная функция языка сокрушена? Потому что язык — это конкретизация предикации. То, чем занят язык — это не указывание на что бы то ни было, а конкретизация предикации. А если язык — это конкретизация предикации, уточнение развития предикации, то он занят отнюдь не указыванием. Берётся предикация, и проводится различие в предикации на, скажем, свойства и действия. На возвратность, невозвратность, на дательные или творительные поддержки. Это конкретизация предикации, то, чем занят язык. В языке происходит определение и дифференциация уже данной до языка предикации. Это то, что делает язык, а в оси не указывает на что бы то ни было. Есть ещё же такая функция языка — это коммуникация. А в коммуникации важно как раз именно указание. Ну что такое, иначе было бы сообщение, да? Я вам указываю. Что касается указания, то это будет уже совершенно вторичная функция языка. Когда я с вами говорю, я строю новые предикации. Ну да. Потому что вы при этом это слышите, меня совершенно не волнует, строго говоря. Да. Существенно, то есть, оказывается, не то, что я указываю на девочку, которая весёлая бежит, а на отношения между весёлой бежит. Да. То есть, как бы, вот эта предикация, то есть, в этом смысле, язык обретает некое в себе бытие, не имеющее отношения к этой штуке. Язык, продолжение логики, расцвечивание логики, развитие предикаций, и ни указательная, ни сообщительная функция языка, ну просто исчезают, они нужны для определения языка, они нужны. А почему тогда у каждого не свой язык? Почему язык один? Ну это же очень важная функция, что языков, вообще говоря, хоть и много, но, тем не менее, все они как-то вот группируются по каким-то вот сообществам, да? А не так, что у каждого человека свой язык. В конце концов, вы могли бы выработать свой язык и на нём говорить, вас никто бы не понимал, но вам вот с вашей предикацией как бы было бы очень хорошо. То есть, здесь какое-то есть вот какое-то абстрактное понимание языка, да? В абстрактном смысле язык таков, но он же конкретен, он же вот какой-то определённый язык, но он ещё и всеобщий. В том смысле, что много людей на нём говорит, все друг друга понимают. Может быть, наоборот, коммуникативная функция – это главное, а предикативная – это уже как бы эффект, да, от того, что у него есть коммуникация. Вот, я о девочке в простой предикации, доязыковой предикации, я о девочке сообщаю, что она весёлая и она бежит. Да. Я это как бы утверждаю о девочке. Я, разумеется, как бы общаюсь с вами, и у нас есть такая вот договорённость, чтобы вы понимали, что я хочу, как я хочу дальше конкретизировать предикацию, что есть вот свойства – есть деять, есть флексия – ая, есть суффикс – ит. Для меня важно, чтобы вы меня понимали, а понимать вы меня можете только через грамматику. Здесь всё просто. Но важность того, чтобы вы меня понимаете, не касается сути языка. Ну, видите, коммуникативная функция никуда не девается, но язык можно определить без коммуникативной функции. Это, кстати, понятно и так, и в обычном понимании языка. Главное всё-таки – указывание. А там что же всё… И вам сообщают то, о чём указывают, это как бы, ну, тоже не обязательно. Но указательная функция обязательна для языка во всех имеющихся возможностях и мысленных определениях языка. Вот мы с ней разобрались. Покончить раз и навсегда. Язык существует без указательной функции. Ещё раз, есть сообщение о девочке на уровне простой логической предикации. То-то и то-то. У неё такое-то свойство, она весёлого, такое-то свойство, что она бежит. И дальше язык развивает предикации, оставаясь в пределах логического построения, логического субъектно-предикатного построения. В этих пределах он предикацию развивает. Это то, что делает язык, а вовсе не указывает. Можно указательную функцию увидеть в простой предикации. Я о девочке сообщаю, есть простой предикации логической. Есть то, о чём говорится, и есть то, что говорится. Вот и всё. Но это не указывание. Здесь нет обозначающего и означаемого. Язык развивается, здесь нет обозначающего и означаемого. Здесь нельзя назвать указательной функцией в классическом понимании. Я говорю «девочке», тем самым этим словом указываю на «отсылаю к девочке». Это одно. А когда я о девочке сообщаю, что она весёлая и бежит, это совсем другое. Больше никакого. И язык не начинается со слова «девочка», которое отсылает нас к живой девочке. И это занято совершенно другими вещами. Хотя он, конечно, в нём есть, как и в логике, просто что говорится и о чём это говорится. Язык нельзя свести просто к дескриптивной функции. То есть описательно. Вот у нас есть некого рода объект, мы его хотим описать. Привнося туда никаких, допустим, конструкций, феноменологии. Не внося никаких концепций, а просто чисто описать. Язык не такой, он не может описать. Да, на самом деле Аристотель говорил, что нельзя просто одним словом что-то, одно слово ничего не значит. Если я сказал Сократ, я ничего не сказал. Потом сказали, что Сократ бледен, или что Сократ философ. Сократ уродный, Сократ уже наксан типа. Это я уже что-то сказал о Сократе, а просто слово Сократ мне ничего не даёт. Уже Аристотель усомнился, он там неявно это выразил, про дискреттивную функцию ничего не сказал. Но как бы в таком неявном виде он уже возразил против этой вот чистой ситуации, означающей и означаемой. Конкретно сказал, повторяю следующее, что одно слово ничего не значит, ничего не несёт. То есть язык начинается с высказывания. Но нам удалось, видимо, действительно снять это обозначающее обозначение в языке и понять язык без обозначения, по пределу суждения. Хорошо, это уже хорошо. А как это, каким словом это всё можно обознать там? Тут было описательное, указывающее функцию языка, а это какое было слово? Никакого слова дифференцирует предикацию. Язык – это дифференциация предикации. Я бы сказал, это логическая на самом деле функция языка. То есть как бы после логики есть ещё дополнительный логический функция языка? Да, я бы говорил, язык просто расцвечивает логику, дифференцирует предикацию. Это определённое определение языка. Язык – это дифференциация предикации. Ещё раз повторю, ни в коем случае не путать дифференциацию предикации с предметной дифференциацией. Когда у Чукчи сто наименований снега, а у нас десять, потому что Чукчи – оленеводы. Это тоже похоже на дифференциацию языка и как бы подпадает предиклинициация языка. И это всегда считалось самым мудрым, что о языке мы знаем, о философии языка. Любая работа философии языка начинается с того, что у Чукчи сто названий снега, потому что Чукчи – оленеводы. Это предметная будет дифференциация языка. А к языку это не имеет никакого отношения. Потому что Чукчи – оленеводы, им важные нюансы снега – это одно. Но это никакого отношения к языку не имеет. Я говорю о формальной дифференциации. Разделение на падежи, роды, возвратность, наклонение и на всё прочее. Дело вовсе не в Чукчах. Если с этой поправкой, то получается предельное языка именно таково. Язык – это роды, виды, предикации. Я говорил в прошлый раз, что слоги – это не части слова, а отношения между словами. То есть язык – это чистые отношения. Он, собственно, и разводит вот так, разводит. Есть субъектно-предикатное отношение исходное. Всё, что делать язык – это выстраивать новые отношения в рамках предикации. Девочка бежит, девочке бежит вся. Расслышать «ся» можно только в одном случае. Если оно различает два слова – «бежит» и «бежит вся». Иначе мы просто не услышим, как я говорил в прошлый раз. Извините за повторение. Мы просто не услышим это «ся». Если оно не разделяет «бежит» и «бежит вся». Поэтому «ся» не часть слова «бежит». А это отношение между двумя словами. Одно дело – «девочка бежит», а другое дело – «девочке бежит вся». Это наличие или отсутствие «ся» даёт нам совершенно изменение смысла в смысле дифференциации предикации. Ещё раз – «ся» – это не часть слова, а отношение между словами. Ведь в языке есть выстраивание этих новых отношений по разным критериям. Теперь о метафоре. Я, как собака на забор, прыгаю на эту метафору и всё время срываюсь. У меня всё время не получается. Самое главное – понять ту девочку, которая просто падает. У нас есть две девочки, которые как-то в метафорическом смысле движутся, и которые просто падают с этой крыши, как в буквальном смысле, как камень. Она летит, но уже в буквальном смысле летит, чтобы разбиться. На мой взгляд, тут нет метафоры. Метафоры нет. Надо понять, почему здесь метафоры нет. Когда мы говорим «девочка летит», метафора нет. Девочка летит по улице. Девочка летит мимо окон. Красиво звучит, но не метафора. То есть вас смущает одинаковость грамматической формы, да? Да. Вот вы говорите, что… Девочка птица летит, девочка камнем падает. В одном случае есть метафора, в другом случае метафоры нет. Как язык? Язык, получается, не может это ухватить. Ухватывает это что-то другое, да? Мы понимаем, что смысл другой. А в языке это никак не понятно. И там летит, и здесь летит. И там можно сравнить с птицей. И здесь можно это с камнем сравнить вроде когда-то. Грамматическая форма обязательна. Если мы говорим «девочка падает», это одно. Если девочка падает камнем, то всё-таки, наверное, это метафора. Я как-то очень видел грамматическую форму. Если есть грамматическая форма, то это метафора. Действительно, девочка всё-таки не как камень падает, но вот некоторым образом всё-таки как камень. Девочка не камень, я хочу сказать. Но падает она камнем. Не, но она может обручем падать. Теоретически там за ноги схватил себя, летит как кольцо, или ещё как-нибудь она может там падать. Может она падает и одновременно там руками машет, как птицы там. Всё что угодно. Но она фактически падает. А не просто метафорически летит? Вы знаете, здесь всё-таки метафора. Здесь всё-таки метафора. Потому что девочка действительно может падать, ну, действительно камнем, скажем, свернувшись из клубовки, падать. А может как-нибудь вот так лететь, падать. В любом случае девочка бедная, конечно, и нам её очень жалко. Но падает она всё-таки по-разному. Она либо падает вот камнем, либо всё-таки как-то иначе. Метафора не приходит в голову. Раненой птицей там падает, не знаю. Но всё равно, если как, то… Нет, я не слышал, что если как, то метафора. Нет, конечно. Но если есть метафора… Может быть, мы, если каждый раз к какому-то субъекту, типа девочка, присоединяем несвойственный ей глагол, то нам просто просится метафора. Но не падают девочки, да, как-то там. Вообще-то падают, конечно, но они не летят, скажем, да? Вот когда мы присоединяем глагол, который не свойственен девочке делать её, всегда возникает метафора. Да, да. Вот смотрите, что я, конечно, нарисую. Я уже соскучился по рисованию. Загоненько не рисую. Есть геометрическая… Есть… Да, геометрическая стадия языка – это ая-ит. Это вот когда мы говорим «весёлая девочка бежит, грустная девочка сидит». Это как бы атом смысла и одновременно атом языка. есть всеобщая стадия языка. Есть всеобщая стадия языка. «Толстая», «везде ая» означает «свойство». Это стадия всеобщая. Всеобщая. То же самое «ит». «Бежит», «смешит», «свистит». Общим является то, что это действие. Здесь, в общем, является то, что это свойство. Здесь, в общем, является то, что это действие. А в метафоре мы имеем отношение очень смешное – «ит», «ит», которое, вообще говоря, невозможно. «Девочка бежит», «птица летит». «Девочка летит», «птица летит». То есть здесь понятно. Здесь отношение различия. Свойство – «действие». Здесь отношение тождества. Что веселое и что далекое – все равно «а», и значит свойство. Что бежит, что смешит – все равно «ит». Я уже все нарисовал. Можно это нарисовать и красным цветом? Ну, просто чтобы не было одним цветом. Уже за эстетикой. А можно, да. А вот эта форма… Зякова, да? Вот эта форма. Она непонятная. Очень просто понятное отношение свойства. Отношение различия. Очень понятна запятая. Я объясняю, что вот она веселая, вот она далекая, вот она яркая. Вот она нахожу тождество. Здесь нет отношения ая-ая. И здесь нет отношения иит. А только запятая. Нахождение тождества. А в метафоре некоторым образом есть отношение иит-ит, которое неопределенное. Что такое неопределенное отношение? Здесь вообще нет отношений. Здесь отношение есть, но оно определенное. Свойство действия. А отношение иит-ит – неопределенное отношение. То есть как бы не существующие и невозможные отношения. Отношение, которым нечего сказать. Мое предположение заключается в следующем. Потому что ситуация метафоры – это когда одно высказывание сказывается от другого высказывания. Есть высказывание – девочка бежит, и о нем сказывается высказывание. Само высказывание есть сказывание – чего-то и о чем-то. О девочке сказано, что она бежит. О птице сказано, что она летит. Так вот, может быть, метафора – это когда одно высказывание сказывается о другом высказывании. То есть то высказывание, о котором сказывается – это девочка бежит. То высказывание, которое сказывается о первом высказывании – это птица летит. При этом, когда мы… Каждое из этих высказываний состоит из субъекта и предиката. Каждое высказывание состоит из субъекта и предиката. Субъект – это не то, что о чём-то сказывается. Лишь предикат есть то, что о чём-то сказывается. Поэтому, когда мы говорим, что второе высказывание про птицу сказывается о первом высказывании, про девочку, то мы на самом деле говорим, что предикат второго высказывания сказывается о высказывании первым, про девочку. И получается у нас девочка летит. Именно грамматически получается до смысла. Итак, я как хочу сказать, что хочу сказать. Что метафора это тогда, когда одно высказывание, не когда слово предиката субъекте, а когда есть два субъектно-предикатных высказывания, и одно высказывание сказывается о другом высказывании. А поскольку высказывание только предикат может сказываться, то получается ситуация, когда предикат второго высказывания сказывается о всем первом высказывании. И получается сознание подмены предиката. Я еще раз прыгнул на тот же забор. написаны метафоры. То есть все-таки главное высказывание это девочка летит. Когда мы говорим девочка это птица, девочка как птица, мы говорим, что девочка летит. Да, конечно. Девочка птицей не становится. Становится, девочка летит. Предыдущий, кстати, контроль забыл интереснее, потому что понятие метафора это перенос смысла. Когда мы говорим, что девочка там бежит, а птица летит, и когда мы переносим смысл летит на девочку, в каком-то смысле мы ведь отождествляем действительно девочку и птицу. И мы же так и пытались интерпретировать, что на самом деле мы девочку понимаем как птицу. И это отождествление в каком-то смысле более... Мы понимаем девочку летчащих, как и человек. Большое как слом. Это просто о человеке говорит, что человек большой, а не то, что он слом. Правда же? Нет, мы раньше понимали, вот не совсем это, что возможно, как бы отождествление здесь происходит. Человек и слом. Как и к меру этого отождествления происходит это перенос? Булат, мы понимали так, что свойство слона, величина, отождествляется человеком, становится свойством человека. СМС, в этой метафоричности языка, зачем нужно так сказать, что девочка летит. А люди говорят, девочка как птица, человек как слом. Сказали бы, он очень большой. Что прибавляет? Что требует язык? Как он здесь функционирует? Что заставляет нас пользоваться метафорой? Прибавляется именно это. Когда мы говорим о человеке, он слон, мы говорим, что он не похож размерами на слона, а размерами равен слону. Понимаете, вот что делать метафору? По сути, он ведь не равен. Равен слону. По сути, не равен. По сути, он просто для человека большой, а для слона маленький. Просто эта речь идет о том, что когда мы говорим, что человек как слон, то это означает, что он совсем-совсем большой. Совсем редкая птица долетит до середины Днепра. Да, девочка... Мы утверждаем, что... Да, мы утверждаем, что... Особенно если это девочка-то... Мы утверждаем, что Днепр так же широк, как море. Не напоминает море временами, а он действительно широк, как море. В этом смысл метафоры. А редкая птица действительно долетит до середины моря. Если Днепр широк, как море, Днепр не стал морем, но широтой своей. То есть это просто... Пресная вода, например, как положено... Да, да, для Днепра. Он не стал морем. Он стал одним признаком, он стал морем. В одном признаке он стал морем. Именно в широте. И поэтому смело говорим, редкая птица долетит до середины Днепра. То есть это просто способ сказать... Ну, например, сказать, что человек совсем большой. Да, человек остался человеком. Он на двух ногах, он не стал на четырех ногах, у него не вырос хобот. Но размерами он не напоминает слона. Не близок слону, а равен слону. Поэтому пользуемся метафорой. Нет, а вот еще есть такое наблюдение. Нет, а вот еще есть такое наблюдение. Я по широтой равен морю. И этот самый... Человек размерами... То есть мы меньшее можно там... Да, конечно. Просто помните, мы говорили, для того, чтобы измерить два отрезка, нужен третий отрезок. Не получается ли, что в метафоре так же, чтобы измерить девочку и птицу, нужно нечто такое, как бы, да, чтобы стал как бы третий. Чтобы оно прояснило, в каком смысле девочка летит. Мы говорим, точнее, неправильно, девочка и летит. Вот эти два как бы отрезка, так вот это... И чтобы их измерить, нужно вот нечто третий, типа птицы, который их как бы соединяет и измеряет. То есть не происходит ли, как своего рода в измерении. Нужен не какой-то эталон, как типа, как слон, допустим, для человека. Чтобы измерить его крупность. Мы говорим, как он крупный, насколько крупный, как слон. То есть понятно здесь, что здесь не идёт речь о точном измерении сантиметров и прочее, но речь идёт о каком-то вот сурови в измерении. Точно так же, когда мы брали два отрезка, нужно было третий отрезок, чтобы измерить. Предлагаешься второго слона и второго человека? Нет, я предлагаю, что когда мы говорим, девочка и летит, и пытаемся их измерить, нужно птицы, чтобы измерить. Как летит? Как птица? Как камень? Как летит? И так далее. Нет, здесь, по-моему, вот о чем вопрос, к чему нужна метафора. Кстати, для протокола все-таки мы употребляем слово метафора не в точном смысле слова. Я постарался сделать домашнее задание. И то, что Олег Михайлович называет метафорой, это на самом деле просто некоторое общее понятие тропа. Переноса значения с одной лексемы на другую. А метафора, метанемия, синегдоха, вот эти основные тропы, это более специальные, что ли. Можно как-нибудь отдельно, видимо, подумать, как их можно истолковать. Но в данном случае это черт с ним, просто так, уточнение. Я думаю, что поскольку сам язык, его существо в том, чтобы уточнять предикацию, то ведь это означает, что когда мы строим метафору, мы ее строим не для того, чтобы определить человека, не для того, чтобы определить предмет, а для того, чтобы сделать наше высказывание более ясным. Поэтому, ну то есть, вот как это еще сказать, освежить смысл тем словам, освежить смысл тех слов, которые употребляются. Здесь вот с девочкой летит, может быть, не так ясно, а вот из какого-нибудь фразы из Пушкина, типа «змеи сердечные угрызенья». Вообще говоря, угрызенья, это в смысле, ведь исходное значение, это укусы. Это вот когда грызут. Но мы теперь используем слово «угрызенья» в стершемся значении, как некоторые переживания. Но когда Пушкин говорит «змеи сердечные угрызенья», он слову «угрызенья» возвращает уже стершийся буквальный смысл. То есть он как бы, обычно во всех этих фигурах что происходит? Вместо прямого значения подставляется переносное. А он сделал наоборот. Он вместо переносного подставил прямое, но получилась та же самая метафора. То есть тоже получилась метафора, и тоже получилось сделать, уточнить смысл, освежить смысл слова. Может быть, в этом дело. Но в любом случае, когда мы говорим «девочка летит как птица», мы уточняем ту предикацию, которую мы имели. Она, как вы верно замечали уже неоднократно, девочка может лететь как самолет. Тогда, в общем, просто мы уточняем, что девочка, когда мы говорим «девочка летит», мы уточняем высказывание «девочка бежит». Потому что девочка может бежать легко и стремительно, как птица, может бежать мощно, как самолет. Может еще каким-то способом бежать. Ну, может, как паровоз там. Да. Все-таки это же, все-таки надо понять, что метафора – это же не описание, девочки. Это же не описание. Девочку, сколько угодно можно описывать, но это нечто другое. Это скорее способ, каким высказывающий о девочке и выражает себя. Я выражаю, например, свое мнение о девочке тем, что высказываю какую-то метафору. А не так, что девочка на самом деле летит как… Нет, нет, вот у меня гипотеза в том, что уточняется не предмет и выражается не тот, кто говорит, а уточняется само выражение. Вот само вот это вот слово, оно становится, собственно, является предметом метафоры и целью метафоры. Я поэтому и хочу сказать, что в метафоре у нас есть изначально «девочка бежит», все, сказали. Со словечком «летит» мы уточняем способ бега. Как бежит. Как бежит. Как бежит. Каждый раз есть нечто то, что язык не ухватывает за языком. Мы должны под «мы», как коммуникативные субъекты, должны понимать, что имеется в виду, когда говорится, что девочка летит. То ли она бежит, как летит, то ли она летит, как летит. Понимаете, я говорю, человек стоит, а потом беру и уточняю, он стоит, как стул. Это явное уточнение. Явное уточнение от того, что он стоит. Потому что он стоит слишком неподвижно. Так это вот я и говорю, чтобы в разных смыслах измерить, как мы отрезки измеряем. Только там речь шла о буквальном смысле измерения. Здесь как в таком качественном измерении стоит как. Вот это вот качественное измерение, мы берем, нам нужен мне какой-то третий, да, чтобы уточнить, как оно как стоит. Да, нужен третий. Я поэтому и говорю, что есть высказывание «девочка бежит», и когда есть высказывание «птица летит», и высказывание «девочка летит, как птица», мы уточняем одно высказывание, уточняем другое высказывание. Причем уточняет своим предикатом. Не птица уточняет девочку, а летит, уточняет, бежит. И птица уточняет, что как летит, тоже уточняет. Летит может как самолет и так далее. Нет, Олег Плаус, на самом деле здесь не важно, что именно предикатом, потому что, смотрите, когда говорится, что корни – это род растения, то это тоже метафора. Но здесь уточнение происходит не через предикат, а через субъект. Как еще раз? Корни – это род растения, род, которым едят. Вот, тоже метафора, но здесь через замену субъекта происходит все дело. Не говорится, какой род, а говорится, что корни – это род. Нет, это все равно свойство, потому что это уточняется способ питания. Уточняется следующее, что корнями питается, что это действительно как ртом. Нет, все-таки вы тогда нивелируете язык нечисток логики. Во-первых, есть такая тенденция сказать, что язык что-то сам по себе говорит, он на самом деле действительно живет своей жизнью. А давайте, чтобы он чисто логический был, что-то уточнял и прочее. Может быть, все-таки сложнее, все-таки процедура? Конечно, в смысле уточнения всегда можно понять метафору. Но это уж, по-моему, как бы огрубление самой метафоры. Неужели метафора действительно не делает нечто другое, как поэтическая речь? Неужели в поэтической речи метафора просто уточняет, о чем идет речь? Нет, действительно есть некая логическая сторона языка, и она такова, что дальше логика двигается с помощью языка. Действительно такое есть. Но все-таки метафора, наверное, еще шире, чем вот эта вот функция языка. Ну, давайте разберем сначала с этой функцией. Значит, если уточнять, если я говорю, ты стоишь, а потом говорю, стоишь как столб, то я, ну, довольно ясная функция уточнения. И когда девочка летит, как птица, тоже довольно ясная функция уточнения, потому что она может лететь, как самолет, она может бежать, как самолет. Ну, да, лететь и как птица, и как самолет. И как камень. Да. Вот эта девочка не падает. Исходное высказывание, предметное высказывание. Девочка бежит. Если девочка падала, это была бы другая предметная ситуация. Она была бы уточнять только ли как камень, или как там платок носовой, или как раненая птица падает. Падает и летит, просто это как бы синоним в этом смысле. Но предметные ситуации разные. Мы ведем ситуацию, девочка бежит. Хотя можно взять, конечно, и падает. И как-то приятнее работать с девочкой бежит. Когда мы говорим, как птица, мы действительно, ясная функция уточнения. Просто я хочу понять грамматически, что здесь, что уточняет. Есть высказывание, и девочка бежит. И есть уточнение. Уточняющий высказывание является, исходным уточняющим высказыванием является птица летит. Так вот, что здесь, что уточняет? Для меня, мне кажется, действительно правильным, что одно высказывание уточняет другое высказывание. Но надо еще что-то сказать, каким образом уточняет. Получается, все-таки девочка летит. То есть не просто есть одно высказывание, еще раз, есть другое высказывание. Для меня кажется очевидным, что второе высказывание уточняет первое высказывание. А если девочка летит красиво, красиво, это уточнение? Летит красиво? Да. Это гибель. Это? Летит красиво. Ну согласитесь, что это гибель высказывания. Не будем сейчас это усложнять, без того непонятно. Уточнение на самом деле занимается, весь язык занимается уточнением. А можно сказать, что второе высказывание становится формой первого? Ну если вы уточните, что вы имеете в виду. Я тоже как-то вот так где-то близко стою. Смотрите, вот в гибели есть такое сравнение, что язык в себе всеобщий. То есть на самом деле он никогда не может достигнуть единичного предмета. Он будет всегда высказывать, если начнут высказывать о таком феноменологе духа, о клачке бумаги. Если я сейчас начну попытаться описать этот клачок бумаги, именно тот самый, который передо мной лежит, я никогда не закончу его описывать. Потому что всякий раз я буду высказывать только всеобщее. Не получается ли на самом деле, что вот это ваше уточнение, это не что иное, как просто попытка языка перепрыгнуть этот барьер абстрактности, этот барьер всеобщества. И указать на конкретное, на нечто конкретное. И метафора как раз в этом помогает. Потому что метафора как раз пытается этот вот скачок сделать. Да, вот что девочка не просто бежит, а как-то вот она вот это особенным делает образом. А особенно поэтическая метафора, так она вообще уникальна. Там поэт нашел какую-то метафору, там удивительно. То есть попытка указать на уникальность чего-то, события, факта, чувства, да. Вот метафора пытается вот как вот это сделать. Потому что изначально язык этого сделать не может, согласно Гигарию. Указать на уникальный, единичный предмет. Всегда высказывает только всеобщество о нем. Любая девочка, да, вот мы все говорим, девочка бежит девочка. Какая девочка? Ну получается, что любая девочка. Фактически это не девочка бежит, а некого рода абстрактный субъект. Девочка, которую мы понимаем как девочка, он что-то тут много чего делает. Хотя, как конкретно, всегда бежит какая-то конкретная девочка. Ну, Булат, я не вижу конкретизирующей функции метафори. По-моему... А уточняющие? Может быть, не уточняющие, а конкретизирующие. Вот, казалось бы, именно вот чем сегодняшнее построение Олега Михайловича, ну и хорошо, что оно разделывается с подобными указующими действиями, на которых споткнулся Гигель, получается. Ведь обратите внимание, получается, что язык, он не говорит об единичном. Указывающей функции у него нет. Изначально нет. Он не может быть языком. То есть, у нас реально то, что говорит язык, это маленький кусочек бумаги, маленький кусочек бумаги, лежит на столе. Вот это говорит язык. А не то, что он пытается отослать какому-то конкретному вот этому куску. Который лежит, который лежит на третьем. Да, совершенно нет. В этом, получается, раз нет указающих мыслей, то отношение между маленький и беленький и лежит на столе. Между этим только является отношением. А отсылок как раз, он этим и не занимается. Вот так получается. Да, да, да. У Гигеля занимается. У Гигеля занимается. Мне кажется, он нормальный в этой парадигме указывающий. И Гигель удивляется. Ах, не ж могла. Не ж могла я. У него более того. Он уже говорит, что значит истинный, это чувственная достоверность. А если всеобщий, он как бы отсюда делает ведь вывод. Ведь язык правдивее, он говорит. Мы пытаемся указать единичное, но язык правдивее. Все, что может указать язык, это всеобщее. Все. Как бы все, все, переходит к всеобщему. И как бы полностью теряем реальность как единичное. Вот здесь с этим стоит другой вопрос. А можно поставить вопрос об указывающей функции языка сам по себе? Если ты находишься в некой языковой среде. Между бежит, летит, веселая. Между их отношениями. Указывающая хоть в какой-то мере функция языка сохраняется? Или это всего лишь иллюзия? На мой взгляд, иллюзия. Я говорю, есть реальность. Когда что-то сказывается о чем-то. По тезису можно много чего постараться вывести? Наверняка. Сокрушенная указывающая функция имеет огромное следствие. Наверняка я просто силу неображенности не могу. Наверняка на что бросил. Случайная с категорией информации похоронена, в общем-то. Да нет, дело не в этом. На самом деле указует ведь человек. Для этого используют средства типа язык, так все что угодно. Другое дело, что с помощью языка он, может быть, этого достигнуть не может. И все равно нужен как у Гегеля восприятие. Вот этот указующий перст. Все равно нужен. Он же ведь как переходит к восприятию? Тем способом, что он указывает на предмет. А вот на этот листочек бумаги он указывает. И переходит от единичности этого к всеобщности вещи. То есть указывание, то есть жест. Уже не язык, язык не может, только жест. Видите, что получается, я уже сто раз об этом говорил. Сам с удовольствием к этому снова возвращаюсь. Если я в вас, Влад, вижу действия, что вы сидите, а не бежите, и вижу свойства, носите очки, то я могу различить в вас, глазами могу различить в вас действия и свойства, что у вас черные волосы, вы черноволосые. Посидите, и вы черноволосые. Не скажу, что счастливый или веселый, но сейчас черноволосый. Только после того, как я в языке различил свойства и действия. То есть, понимаете, сама проблема указывания не существует. Какое нафиг указывание, если я через язык формирую восприятие? Или есть листок бумаги, он же, вот он листок бумаги, и всё. Я не понимаю, что если листок белый лежит, я различаю в нём свойства и состояние, после того, как я в грамматике различил «ы» и «ит». То, когда я это увидел, мне кажется, что в эту иллюзию впадает… То есть, какая-то непосредственность видения? Да, непосредственность видения до языка. Это не так, язык формирует восприятие. Без языка я не могу увидеть, что балак сидит и черноволосый. Для меня это будут просто два свойства. И у Гиггера есть точка просто два свойства. Вот он белый, и вот он лежит. А то, что мы различаем свойства и действия через грамматику, через грамматические средства, это Гиггер просто не знает. Но тогда об указывании вообще речи быть не может, раз язык формирует восприятие живое впечатление. Ну, вот здесь, наверное, вот так дело стоит, что мы под уже готовое, то есть под девочку подсовываем конкретное чувственное содержание. Вот так, наверное. Подсовываем, подгоняем уже готовое чувственное содержание под вот эту самую девочку. Таким образом. То есть, действительно, язык, он как бы живет своей жизнью. То есть, заранее девочка уже, фраза такая, девочка бежит, или девочка летит, как птица, да? А потом смотрим девочку. Да, да. И мы раз. Да, 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 вот именно так, да. Хотя она может быть стоит в этой констолке, да? Но мы ее увидели. Нет, ну, по крайней мере, под девочку берем, вот, и под нее... То есть, язык давно все сказал. Все формы уже давно, уже как бы в языке уже... Меня интересует грамматическая форма метафоры. Грамматическая форма свойства есть, грамматическая форма действия, грамматическая форма метафоры. Я говорю, есть два высказывания. Я пытаюсь выстроить, я ничего не говорю, я пытаюсь об этом поговорить. Как говорят, вода еще за метафору поговорить. Есть одно высказывание, базовое, предметное, девочка бежит. Мы берем второе высказывание, птица летит, это тоже предметное высказывание. И некоторым образом одно высказывание сказывается о другом высказывании. Но я не понимаю, что о чем сказывается. То ли предикат второго высказывания сказывается о первом высказывании. То ли предикат второго высказывается о субъекте... Буквально так, предикат второго высказывается о субъекте первого высказывания. Но как-то это, что это за грамматическая форма, она должна быть раньше, вы были абсолютно правы, с моей точки зрения, по хуму Игоря, по-разному, первым, что сначала должна быть грамматическая форма. Вот мы её и ищем, грамматическая форма метафоры, иначе на эту девушку никогда не полетит. Если не так же я была, я никогда не различу положение и свойства. Так и девочка не полетит, если нет заведомой грамматической формы. Вот мы её и ищем. И на лицо тут лишь два высказывания. А как из них сложить грамматическую форму метафоры, это вопрос. Каким образом, иначе говоря, второе высказывание сказывается о первом? Понятно, что второе высказывание, пислите, сказывается о первом, а девочки бежит. Но конкретнее, что о чём сказывается, я не... Не, ну понятно, что если у нас логика, что форма различия первичнее, собственно, фактического развлечения, то мы должны эту форму найти, правильно? То есть мы должны найти грамматическую форму метафоры для того, чтобы в реальном метафорическом языке видеть эти метафоры. Да, 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 очень правильно, да, очень правильно. Надо только её сыскать. Ведь какой-нибудь человек, который не знает этой формы, может же метафору понять как реальность, да, ему говорят, что девочка там летит, и он там смотрит действительно, куда она летит, там, на север, на юг. То есть он может понять это буквально. Ведь метафору можно понять буквально. Ну, так сумасшедшие... По глупости. Сумасшедшие так и делают. Не, по глупости. Это первый признак сумасшедшего, отсутствие непонимания метафоры. Человек совершенно адекватный, абсолютно адекватный. Ты ему... У тебя всё поймёт, всё опишет как есть. Но первое, что исчезает, самый первый признак, помешательство, это не восприятие метафоры. Человеку скажешь, пойди, купи колбасы, перейти с дачи. Он пойдёт, купи, перейти с дачи. Человеку скажешь, сел не в свои сани. Он, сейчас лето. Самый тонкий первый признак безумия. Всё на сегодня. И ищу грамматическую метафоры. Игорь, а троп, даже ещё лучше, если девочка летит, это вообще троп, да? То есть все тропы как бы, ну, какого-то, в смысле, одинаковые. Да-да-да, потому что троповый уровень. У меня есть логическая форма языка, геометрическая, всеобщая форма языка, и нужно ещё вот эту тропическую. Ну, совершенно верно, потому что, ну, как бы, общая тут ситуация такая, что есть вот три этих корневых тропа. Есть много, как бы, дискуссий по поводу того, сколько вообще всего этих форм, там, как они друг с другом относятся, но вот вроде бы пока консенсус состоит в следующем, что корневых из этих форм три. Метафора, метанемия и синегдоха. Но вообще говоря, это всё суть тропы. Это как раз, вот, троп это то, что вы говорите метафора. Это просто перенесение смысла слова в иной контекст, в иное значение постановка его, и всё. А там вот всё прочее, это как бы детали. Вот синегдоха, например, это в том случае, когда смысл целого переносится на части. И когда людей считают по головам. Сколько у тебя людей? У меня там пять голов. Вот голова в данном случае выступает, как бы, эмблемой всего целого, всего человека. Вот когда так часть замещает целое, то это синегдоха. Вот, ну и так далее. С метафорой, кстати, хуже всего, потому что она меньше всего в этом смысле определяется. Здесь просто говорится, что это некоторый перенос по сходству или по аналогии, в общем. Я ещё хотел заметить, забыл. Надо в размышлениях о метафоре, надо помнить, что метафора асимметрична. Девочка летит, как птица, птица не летит, как девочка. Да, да, да. Птица весёлая, как девочка, но девочка не весёлая, как птица. Потому что птица не веселится, а девочки, как Игорь утверждает, не летают. То есть в одну сторону метафора всегда. В обратную нельзя. Ну, то есть слова можно составить, но это не даст ни какой труб. Да, да. Вообще ничего. Девочка чирикает, как птичка, но птичка не чирикает, как девочка. Можешь сказать, что грузовик едет, как гоночный автомобиль, а потом подумать, какой-нибудь сломанный гоночный автомобиль пыхтит, как грузовик. Или едет, как грузовик. Когда предмет, когда субъект более-менее подобный, можно обратить метафору. А это будет уже по другому свойству. Это будет по другому свойству. Это лоб. Увидимость, да, это обращение. Да, да, по другому свойству. Грузовик стремителен, как этот самый, а этот наоборот. Медлительный. Или грузовик. Да, да, репахтитков. Конечно, очень важно. А вот еще, кстати, тоже хотел заметить. Значит, тут, что всегда в этих формах напирается, особенно это касается метафоры, вот в этом новом соединении слов, которое дает троп или дает метафору, обязательным должно быть следующее условие, что мы должны понимать, что сохраняется и прямое, и переносное значение. Не должна быть такая ситуация, когда мы не можем различить то и другое. Вот только когда мы понимаем, что девочка летит, это в смысле бежит, вот только тогда это возможно. То есть она же может упала с крыши или летит. Да бог с ним, я не про то. Я про то, что сейчас... Нет, я имею в виду, что тогда мы не различаем, что она бежит или летит. Совершенно верно, да. А если мы просто вместо глагола бежит поставим другой глагол, но в котором не будет понятно, что он связан с бежит, плывет. Может, плывет как бежит, бежит, как плывет. Что девочка плывет, мы не понимаем, что это метафора того, что она бежит. Вот вся вся... Весь мой пафос относительно метафоры против этого высказывали. Да почему же? Да потому что человек не похож на слона размером, он ровно слон по размерам. Но только по размерам. Хобот у него не вырос, но по размерам он ровно слон. И девочка бежит именно по птичьей. Хотя она сразу девочка, она на двух ногах... Тогда бы оказалось, что сочетание любого субъекта, предиката давало бы метафору. А это эмпирически не так. Но просто не любое сочетание субъекта с предикатом дает метафору. Девочка плывет, когда говорится, что Игорь Данилов форменный медведь, это метафора. Форменный медведь уже так вот звучит. А это гипер была. Кстати, чистая правда. У меня была гипер была, а у него была чистая правда. Ну так вот. Я имею в виду, что его замечание совершенно справедливо. Так вот. Но не любое вот так вот слово, присоединенное к Игору, даст метафору. Не любое. Не любое. Не любое. Уточнить про девочку можем только несколькими способами. То, что она, например, летит. А можно же сказать, девочка как рыба. Мы же не скажем, что идет как плывет. Это же мы не скажем. Мы говорим после нее, что она холодная, как рыба. А в том-то вся штука, что если она идет, она может плыть. Потому что она так плавно идет, что прямо плывет. Это работает. А бежать так не может. Но девочка как рыба, это не означает, я еще раз повторяю, что девочка идет, как плывет. Девочка как рыба означает, что она холодная. Ну да, да, да. Это понятно. Есть стандартные какие-то тропы. Да. Поэтому, когда мы говорим, У нас же есть способы преувеличения, чуть больше, большое, совсем большое, превосходное там какая-нибудь степень. Так вот человек слон, человек как слон, это один из способов в этом ряду, этот ряд он упорядочен. И потом, мне говорят, не фак, что не любое, я с улицы, где топор удивлен, где дарь пугается, где дома пасть боится, воздух сенька взялось берем и так далее, фактически любая, знаете, вот. Особенно поэтическая вещь. Да, казалось бы, что там с дому пасть боится. Вот есть сложность поэтическая вещь, все-таки не любая, не любая, не любая. Ну, не любая, конечно, но очень широко. Месяц, как срезанный ноготь, это метафора, ну, а месяц, я не знаю. А месяц ноготь? А месяц ноготь, это уже не поэтическая метафора. Это фигня какая-то, а не метафора, извините. Не поэтическая метафора. На поэтической еще не понятно, что такое поэтическая метафора, вообще не понятно. Нет, ну даже нет, просто Луна месяц как ноготь, она вообще не воспримется, что это метафора. Срезанный ноготь еще понятно. Да, ну конечно, конечно. А просто ноготь... Ну Игорь, мы просто работаем со свойствами. Игорь, действительно нельзя назвать балериной. Ну никак. Почему можно? Это метафора? Нет, у него просто нет свойства, которое может зацепиться. Девочка все-таки бежит, и поэтому она и стремительна, и легка. У него куанты может одеть, а мы же не знаем. Только в этом ограничении. Мы берем конкретное свойство, какое-то, которое действительно есть, предметное есть. Девочка, вот она бежит, она не лежит, а бежит. Если она лежит, как птица летит, то... Так это означает, что в структуре метафоры должно быть не только грамматическое, но и предметное право. Ну да. Ну да, а вы так напираете, что нужно найти только исключительно грамматическое право. Да не, 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 мы же о предметах тоже не можем что угодно сказать. Я тоже был этим, сколько бы мне не было грамматики, я не скажу, что он блондин. Да. Можешь сказать, хоть это не соответствует предмету. Предметное здесь значение не имеет. И в чем здесь метафора? Да не, ну так же и метафора, и не всякая метафора уместна. Так же и как не всякое описание уместно. Это не меняет того обстоятельства, что чтобы была метафора, нужно сначала грамматическую форму. Это верно. Но это не отменяет того, что метафора должна быть... Какое же у вас занятие-то во сколько? А? Следующее занятие во сколько? Пулат, напаздываем на съемку. У нас полчаса. Успеем. Я не режу навпугать. Хахаха.